Продолжаем разбирать большую тему перцев. Сегодня, как я и обещала, будет про освещение, удобрение. Затронем момент высадки перцев на постоянное место. Все выпуски про перцы взаимосвязаны. Кто не посмотрел предыдущие, переходите по ссылке под этим видео. Если я пропустила что-то, пишите в комментариях, будем разбирать. Подписывайтесь, чтобы следить за выходом новых видео. В рассадный период перцы подкармливаем 3 раза. Если у вас перцы росли в общей емкости, при появлении второй пары листьев, вы их пересаживаете. Иначе у них переплетутся корни, что приведет к повреждениям. Это мы все с вами обговорили еще в предыдущих выпусках. Через 7 дней после пересадки начинаем подкармливать. Почему не сразу? Опять же из-за корней. Мы даем корням время устроиться на новом месте. Удобрения берем водорастворимые, такие как Мастер, Бионикс, Плантофол. Для первой подкормки не берем туковые смеси, так как они образуют осадок. В нужных нам удобрениях присутствуют азот, калий и фосфор. Растворяем по инструкции, сами ничего не придумываем. Специальные люди уже все посчитали и написали на упаковках. В качестве подкормки также подойдет энерген. Сначала грунт нужно увлажнить, потом произвести подкормку, аккуратно, чтобы не попало на ствол, затем снова немного полить. Так мы донесем удобрения до корня обитаемого слоя. В этот период для рассады важно получать повышенное содержание фосфора. Вторую подкормку проводим через 2 недели после первой. На перцах в этот момент должно быть 5 настоящих парных листьев. То есть, если до сих пор все шло хорошо, рост рассады идет как надо, к моменту второй подкормки есть уже пятая пара настоящих листьев. Добавляем к первому удобрению микроэлементы в хелатной форме. Например, это буйный рост. Брать удобрение лучше в бутылочке. Так удобнее закрывать, открывать, хранить. В составе удобрений во вторую подкормку должны присутствовать магний, железо, серо, бор. Органика и минеральные вещества друг друга дополняют. Удобно не искать отдельные вещества в продаже, а приобрести готовую грунтовую заправку. Третью подкормку рассады перцев мы производим за 5 дней до высадки перцев на постоянное место. Будь то в открытый грунт, в парник, в теплицу. Перцам предстоит пересадка, укоренение. Поэтому возвращаемся к первой подкормке с фосфором. Добавляем корнерост или корнесил. Обратили внимание? Не когда высаживаем, а за 5 дней, чтобы корневая система подготовилась к пересадке заранее. В это же время можно произвести обработку по листу адаптогенами. Это эпин, экогель, агрикола. В таком случае растения не отстают в развитии, не застывают в росте. Обработка заблаговременная, чтобы препараты успели заработать. Не успели в прошлый раз разобрать подробнее, какой грунт нужен перцам на постоянном месте. Если вы удобряли грунт под перцы осенью заранее, то ничего добавлять не нужно. Если вы озадачились этим вопросом только весной, то проводим подготовку почвы минимум за месяц до высадки. Весной берем и вносим минералку. Селитру, калий серно-кислый по 2 грамма. Обильно почву проливаем. В лунку при посадке ничего добавлять не нужно. Желательно засыпать свежим покупным грунтом. В пустую почву распределите на количество лунок на квадратный метр. Если пришлось удобрять непосредственно в день высадки рассады, но не получилось по каким-то причинам сделать этого раньше, или вы не знали, что нужно делать, то удобрение закладывайте глубже. Выройте глубокую лунку и насыпьте туда удобрение. Посыпьте немного землей, а уже затем ставьте корневой ком, чтобы корешки не соприкасались с удобрением напрямую. По мере разрастания корневой системы, они доберутся до нижнего слоя, и тогда растение получит необходимые вещества. За 2 недели до высадки перцы закаляем. Выносим их на лоджию, балкон, в парник. Не ставим пока на открытое солнце, неподготовленные листики могут сгореть. На ночь оставлять на улице можно, если температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 20 градусов. На ночь кустики укрываем. Горшочки ставьте на подставки, чтобы они не касались холодного бетона. Первый раз выносим на полчаса. В течение 2 недель время прогулок увеличиваем. Что будет с перцами, если высадить их в открытый грунт без закалки? Они обгорят, испытают стресс, замедлится рост. А это отсрочит получение урожая на какой-то срок. Теперь давайте уточним вопрос с освещением, то есть с досветкой. Для перцев с момента появления петелек всходов освещение должно быть 12 часов. Досвечиваем рассаду перца, стоящую даже на южном окне. Подсветку проводим до середины апреля. Лампы берем полного спектра, всесезонные. Также подойдут простые настольные лампы. Светодиодные светильники тоже подойдут, если специальных ламп нет. Любая досветка нужна в этот период. Светильники с обычной лампой накаливания используйте с осторожностью, чтобы не перегреть рассаду и не сжечь листья. Как влияют лампы разного цвета на растения. Синие ведут к росту листовой пластины. Красный цвет стимулирует выброс бутонов. То есть подсветка перцев красной лампой не рекомендуется. По той простой причине, что кустик еще совсем маленький, а его уже провоцируют на цветение. Всему свое время, и это придет в зависимости от сорта. Но и круглосуточно досветку перцем проводить нельзя. А вот питуньи, наоборот, любят и выдерживают круглосуточную досветку. Они становятся крепкими, пышными и обильно цветущими. Перцы прорастают в темноте. Ночной отдых им просто необходим. Днем растение накапливает питание, а в темноте оно у перцев усваивается. Что происходит при круглосуточной досветке? Растение голодает. Следующее видео выйдет о болезнях перца. Как их избежать, как лечить, о вредителях, как с ними бороться. Я расскажу о высадке перца на постоянное место. Если успеваете до выхода видео задать свои вопросы, разберем и их. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все нужные ссылки даны в описании. Также жду от вас видео и фотографии вашей рассады, цветов, урожая. Куда присылать, также указано в описании.